Продолжаем разговор в нашей студии. Представляем сегодняшних гостей. Это профессор факультета педагогики, психологии и искусства Латвийского университета Занда Рубана и эксперт по вопросам безопасности в интернете Лене Валдмане. Ну а телефоны прямого эфира передачи «Жизнь сегодня» остаются прежними. 6-7-200-232. Мы очень ждем ваших звонков, если, конечно, вам есть что сказать. Ну а мы начнем разговор с нашими гостями. Добрый вечер еще раз. Итак, насколько вообще наши школьники отстают от своих европейских сверстников? Как мы знаем из сюжета, они все же отстают. А вот интересно узнать, насколько велико это различие. Действительно, это такая пропасть? Я бы не сказала, что они отстают. Ситуация во всей Европе и в мире в целом достаточно похожая. Дети больше, школьники больше времени проводят в интернете для своих личных целей. И то, что показало исследование, это то, что как будто технологии использования социальных сетей, они застряли в сфере свободного времени. И мы можем говорить о недостаточном использовании технологий в школе. Но ситуация похожая, как в других государствах. И мы не можем говорить, что наши дети отстали в этой сфере. Потому что, во-первых, мы же знаем, в Латвии очень хорошее подключение к Wi-Fi, очень быстрый интернет. Одно из лучших в мире. Да, да. И возможности очень большие. В принципе, если смотреть по международным сравнительным исследованиям, то такое большое исследование, как дети в онлайне в Европейском Союзе, EU Kids Online, показывает, что наши школьники стопроцентно используют интернет. По сравнению с другими государствами, где намного меньше. Сто процентов мы используем интернет в Латвии, в Сингапуре, в Южной Корее, например. В других государствах намного меньше. Но то, что показывает наше исследование, которое мы производили вместе с Samsung, Samsung – школа будущего. Это исследование показало, что для учебных целей наши школьники используют интернет только 64%. А в чем причина? Почему такой процент? Ну, я могу вам задать тот же вопрос. И вы, наверное, мне тоже ответите, что больше вы все-таки используете интернет для своего развлечения, для свободного времени. Интернет в некотором роде сменил книгу. Между прочим, у меня плохая новость для вас. Мы готовы ее принять. Только 26% наших школьников смотрят телевизор. Так что фильм, помните фильм «Москва слезам не верит»? Ничего не будет. Одно сплошное телевидение. Они ошиблись. Они уже ошиблись, потому что сейчас будет один сплошной интернет. И наши школьники, более чем 80% наших школьников, они к интернету подключены 24 часа в сутки, потому что они используют Wi-Fi в телефоне. Значит, интернет все время в кармане. Они все время там, туда заглядывают. Да, Луя, она что-то хочет добавить. Да, я хотела бы добавить ответ на ваш вопрос, потому что на самом деле это не только то, что дети сами выбирают то, что делать. И, конечно, используют интернет для свободного времени, потому что это легче. Им нужно показать эти навыки. Им нужно дать навыки, как использовать интернет для учебы, как использовать правильно, искать информацию и так далее. Они не могут сами... Да, мы можем говорить, что они постоянно в интернете, но они делают там то, что легче. Буквально просто как употребляют этот контент. Это тоже показывает исследование, что они сами очень мало делают. Например, делают свою музыку, программирование и так далее. А именно это и позволяет интернет. Может быть, не хватает образования в этой сфере? Именно. Не хватает какое-то информирование детей. А вот в связи с этим вопрос. Вообще, каким навыкам следовало бы научиться детям? Вот конкретно, каким навыкам, которые помогли бы им с помощью интернета? Как-то, может быть, лучше успевать в школе, лучше заниматься? Вот каким-то полезным навыкам? В чем пробелы основные? Ну, отвечай. Спасибо. На самом деле, нужно начинать с тем, как мы вообще понимаем термин медиакомпетентность. И в этом термине уже очень много частей, которые важно понять. Это сперва узнавать, достать информацию, потом анализировать, делать какую-то структуру, как она. Думать, критический подход к этому, да. Потом использовать как автор. Ты должен знать, что использовать, как делиться с информацией и так далее. И именно эти главные ключевые слова, и мы брали как платформа. Сам Сумску Алан Акутная сделала новую платформу для молодежи, где они сами могут эти навыки изучать. Создавай, общайся, работай, участвуй, думай. Эти и есть ключевые слова, чем мы должны молодежи, ну, как будто помочь увидеть это. Потому что у них не фокус, как уже Занда говорила, на развлечении больше. Исследование также показало, что латвийская молодежь практически большинство не знает, что такое облачные услуги. Вот вы могли бы разъяснить простыми словами, что это такое? Во-первых, да, разъясните и для нас тоже. Мы, как и большинство молодежи, тоже так до сих пор и не вникли до конца, что такое облачные услуги. Вот, может быть, нашим телезрителям тоже не всем понятно. И как это может быть полезно для школьников? Ну, я попробую объяснить так достаточно просто. Облачная услуга – это возможность сохранять информацию ни в компьютере, ни в шкейфлешке, как надо говорить, в памяти, да, или в каком-то другом, в электронной почте. Но как будто эту информацию сохранять в облаке, где-то, и тогда в интернете. И тогда вы с любого компьютера можете туда зайти и свою информацию тогда забрать оттуда. То есть такое хранилище. Хранилище, да, в принципе, хранилище. И очень интересно исследование показало, что, ну ладно, допустим, облачные услуги – это достаточно что-то новое для нас и для всех. И ученики не знают этого, но я думаю, что учителя по информатике, по доторике или компьютерному делу, они показывали и рассказывали про это. Но то, что я сегодня была в рижской сороковой школе, потому что сейчас ведь день учителя у нас. Кстати, мы вас поздравляем. Вы же являетесь профессором Латвийского университета. Сегодня у вас профессиональный праздник. Но вчера у нас… Леяна, может быть, мы не знаем, может быть, с вас тоже сегодня можно поздравлять. Она моя докторантка. Вчера день рождения, по-моему, у Латвийского университета. Так что у нас то же самое, как у Сергеев, два дня праздник продолжается. Но я говорила с учителем информатики в сороковой школе, он не хотел согласиться с тем, что более чем 40% учеников говорят, что им нужна дополнительная информация, дополнительные знания, как использовать и Word, и PowerPoint. Но это же программы, которые мы используем для учебы в школе, чтобы написать реферат, чтобы подготовить презентацию. Но все-таки молодежь говорит, что более чем 40% респондентов говорят, что все-таки не особенно они уютно себя чувствуют, и если речь идет о этих программах. Я просто думаю, что иногда мы даем знания, но не используем и недостаточно смотрим, как дети это используют в реальном мире. И это тоже одна из вещей, о которых мы должны думать. Одно сказать, что да, нужно там пароли делать очень-то, чтобы не было никакие проблемы. Дети это знают. Когда мы спрашиваем, они говорят, да, мы знаем, что не нужно давать личную информацию всем. Конечно, но в жизни поступает немножко иначе. И здесь вопрос отношений. И медиакомпетентность, она не только знание об этом, но реально, как мы это используем в жизни. Так что это, может быть, и является. И еще одно, я хочу отметить, что в исследовании показалось, что 4-5 молодежи, они, когда встречаются с проблемами в использовании интернета, они не спрашивают помощи ни родителям, ни учителям, они пробуют как-то сами эти проблемы решить. Но это достаточный все-таки сигнал, про который нужно подумать. С одной стороны, ясно, они думают, что они умнее нас, что они больше понимают там в этой сфере, чем взрослые в некоторых ситуациях. Но все-таки я всегда студентам говорю, если речь идет о проблемах в интернете, тогда мы спрашиваем помощь у молодежи. Но если речь идет о проблемах жизни, они все-таки спрашивают, ну, нас как будто, да. Но все-таки, оказывается, не всегда, не всегда. И как Лена уже говорила, когда мы думаем о дигитальной компетенции, о медиа-компетенции, мы обычно концентрируемся на технических навыках. Но, в принципе, эта компетенция, она включает и многие другие проблемы. Проблемы безопасности, проблемы способности различать правду от лжи, например. Это тоже медиа-компетенция. И то, как мы друг с другом общаемся. Это то, о чем мы говорили с Ледой при нашей предыдущей встрече. Но мне, тем не менее, хотелось бы немножко продолжить тему, которую вы вот только затронули. Понятно, что необходимо просвещать молодежь в области интернет-технологий, развивать медиа-компетентность. А как насчет педагогов, учителей? Ведь пропасть не должна расти. Она должна сокращаться. А уже сегодня, при том наборе навыков, которые уже есть у нашей молодежи, мы уже знаем, что учителя старшего поколения не всегда поспевают за нашими школьниками. Ну, я думаю, все учителя и достаточно немножко учителя помоложе тоже соприкасаются с проблемами в этой сфере. Может быть, Лена что-то хочет в это сказать, дополнить. Но я хотела бы сказать только то, что в Латвии действительно очень много делается в этой сфере. Это разрыв между навыками, он большой. И получается, эта пропасть в данный момент как раз разрастается, если речь идет о маленьких детях. Потому что исследование в Латвии, которое проводилось в 2016 году, показало, что в Латвии 47% маленьких детей в возрасте от нуля до двух лет используют интернет. И это совсем новый социальный феномен. И мы в исследовании, которое проводит Европейская комиссия, мы принимаем участие как одно из 21 государства. И мы пробуем сейчас ответить на вопрос, что малыш делает в интернете и как с этим социальным феноменом дальше жить. Потому что они придут в школу через 4-5 лет. И я смеюсь, они будут как инопланетяне. Это будут совсем другие люди, совсем другими социальными навыками. Ну давайте вот взглянем на этот феномен с другой стороны. Вот вам занятый вопрос, как профессору факультета, все-таки педагогики и психологии. Вообще, насколько это нормально? Такая медиакомпетентность, будем использовать этот красивый термин, возрастной категории от нуля до двух лет. Насколько это нормально? Сейчас, в данный момент, я могу сказать так. Этот феномен, мы говорим о этом феномене в обществе с 2013-2015 года. Это совсем что-то новое. Те родители, у которых дома дети, которые 7 или 8 лет в данный момент, они, наверное, согласятся, что их дети в нулевом возрасте интернет не использовали еще. Но когда появились новые телефоны, где нету кнопок, где не надо ничего делать, только пальчиком там что-то двигать, этот социальный феномен, он растет, растет, растет и растет в всем мире. И, в принципе, ни в одной педагогической книге, ни в одном исследовании про это не пишется, потому что такого не было. Это совсем что-то новое. И в данный момент уже появляется, прошло несколько лет, 2-3 года, появляются первые исследования. Некоторые психологи, исследования, которые проводилась Ассоциацией психологов Америки, Соединенных Штатов, они говорят, что, в принципе, нет никакой развивательной причины, развивательной причины, ребенку давать интернет, заниматься интернетом до 3 лет. Но есть и другие тенденции. Например, Финляндия считает, что медиакомпетентность нужна всем. Просто ребенок, если он занимается в интернете тем же самым, чем он занимался бы в реальной ситуации, например, родители показывают книжку с картинками, но, с другой стороны, он тоже книжку может смотреть в интернете, но и немножко не только смотреть, но уже решать разные проблемы. Там цвета менять, родитель может сказать, вот у куколки там синее платьице, а ты поменяй на красное, да. И они считают, что если мы предлагаем ребенку содержание, которое соответствует, о его возрасту, содержание, которое развивает какие-то навыки, которые можно развивать в этом возрасте, то нет ничего плохого. Но знаете, что плохо? Плохо оставлять ребенка одного перед интернетом. И как в нашем исследовании, которое я уже напоминала, Европейской комиссии, которая заказывает в Европе всем государствам, мы говорим о том, что во всей Европе в данный момент родители используют технологию как няню, чтобы выключить ребенка, чтобы поесть, чтобы по телефону поговорить. Еще раз вспомним, это знаменитый демотиватор в интернете. Спасибо создателям Маши и Медведя за то, что мама может сварить суп, сходить куда-то, еще что-то сделать. Ну, с другой стороны, Маша и Медведи – это не самое плохое содержание. Но надо все-таки не забыть, что ребенок в этом возрасте, он может концентрироваться на 15 минут. Значит, один фильм «Маша и Медведь», а потом что-то другое. И как медиапедагоги говорят, не надо специально отнимать технологии, но надо показывать, что, с одной стороны, технологии и интернет – очень интересные вещи. С другой стороны, жизнь, реальная жизнь, также интересна и намного интереснее. Давайте теперь поговорим про новую, уникальную, цифровую учебную платформу для молодежи – «Schooling Digital IQ» или цифровое IQ школьников. Что это такое? После всех исследований, которые Занда уже напомянула, конечно, как мы знаем, делается много. И одна из инициатив была именно «Schooling Digital IQ», который как помощник именно учителям… Я не согласна, что все учителя не особо хорошо дружат с интернетом. Это не так. Учителя, конечно, они очень хочут тоже использовать все инновации, но им тоже нужны эти механизмы, как это делается. Поэтому Samsung School IQ создала именно эту платформу, в которой говорится именно эти пять главные ключевые слова, как я уже напомянула. «Создавай, общайся, работай, участвуй, думай». И ученик сам может смотреть, читать новую, интересную, интерактивную информацию и пройти тест, сам узная, насколько знаний у него есть. А как подключиться к этой платформе? Как вот ее можно использовать? Мы заходим в www.skolanakotnay.lv, и там все регистрации на месте, и сразу можем зайти и использовать то, что там есть. Но мы должны понять, что не все должен дать именно учитель. Ученик тоже сам не только использует, но сам учится. И это очень важно. www.skolanakotnay.lv Можно посетить этот сайт и узнать всю более подробную информацию об этой новой платформе. Благодарим наших гостей, спасибо за интервью. Напомним нашим телезрителям, у нас сегодня в гостях были профессор факультета педагогики психологии и искусства Латвийского университета Занда Рубана, а также эксперт по вопросам безопасности в интернете Лиэнны Валдманы.